Всем привет! Здравствуйте! 9 часов вечера, воскресенье. Если вы смотрите нас по телевизору дома, это значит, что как минимум к вам не пристанут малолетки в центре, а как максимум вы получите хорошее настроение. Это шоу «Добрый вечер». Мы начинаем! Неделя выдалась богата на события. Произошло очень много любопытного. И вот самые интересные новости по традиции прямо сейчас обсудим вместе с вами. Поехали! «20 тысяч лье под водой», «Аквамен», мультфильм в поисках Немо. Все эти произведения запрещены на территории Евпатории. Ну, пояснять не будем. Но зато фильм «Дюна» и «Белое солнце пустыни» пользуются особой популярностью. Пополнение в лебедином семействе в парке имени Гагарина. Фотографиями малышей, к слову, поделился мэр города Михаил Афанасьев. Ну, хоть у одного мэра в Крыму есть свободное время. Ходит, уточек фоткает. 18-летний сын Рамзана Кадырова стал министром по физической культуре и спорту в Чечне. Кстати, до этого он успел получить Оскар, премию «Золотой глобус» и звание «Человек мира». Ну, что сказать? Адам Кадыров – первый мужчина на земле. Давай, говори! Хотелось бы извиниться за шутку, которую мы сказали 3 секунды назад и за мою оговорку в ней. Простите, пожалуйста. Хотели бы принести свои извинения. Простите нас, пожалуйста. Мы просим прощения. Да. Вот так работаем с опережением. Далее. Мошенники развели на 45 миллионов рублей 77-летнего вице-спикера Госсовета Крыма Ефима Фикса. Это фейк. Дело в том, что банки, в которых хранятся сбережения Ефима Зисевича, никак не могут быть взломаны. Все закатки на месте. Штраф за курение в неположенных местах хотят увеличить до 15 тысяч рублей. А мы с вами знаем, что 15 тысяч рублей – это средний уровень карманных расходов любого семиклассника. Так что инициатива точно попадет в целевую аудиторию. В Великобритании выбрали самого сексуального мужчину. Им оказался телеведущий Джерси Кларксон. Вот его фото. Ну, раз на то пошло, то ваши ведущие вечернего шоу в следующем выпуске будут выглядеть примерно так. Мы, кстати, начали уже над этим работать. В Москве силовики ворвались на музыкальный фестиваль перед выступлением группы «Влажные ватрушки». Да, после этого визита штаны музыкантов полностью оправдали название коллектива. Мы продолжаем. Поехали! Как по мне, замечательная традиция, видите, с вами, дорогие наши телезрители. Здесь не хватает маленького нюанса, мне кажется, чего-то такого молодежного, раскрепощенного. И это мы прямо сейчас исправим. Я хочу представить вам своего соведущего, человека, из-за которого мы не можем задерживаться на съемочной площадке, потому что мама отпустила его только до половины десятого. Встречайте, Игорь Шамшуров! Алексей, дорогой, здравствуйте! Рад тебя видеть. Если бы я был твоим учителем в школе, ты был бы, наверное, отличником просто за первой партой, за единственным. Спасибо, очень приятно. Лех, я решил, я буду тебя каждый выпуск вначале учить немного молодежному слайду. Давай, что на это? Рассказывать, чем дышит молодежь. Склеим тебя с этим вопросиком. Смотри, в прошлом выпуске ты выглядел как Чечек. В этом выпуске ты выглядишь как Масик. Лет через пять ты будешь выглядеть как Скуф. Потом посмотри в интернете, поймешь, сколько раз я тебя оскорбил, а сколько раз сделал комплимент. Игорь, не буду говорить себе слово спасибо, потому что что такое Скуф и кто это такие, я знаю. Знаешь, ну тогда нужно не делать так, Лех. Все понятно максимально. Ну, слушай, журналисты в Великобритании это не смущают, они стремятся к этому титулу. Игорь, ну мы уже анонсировали много раз, что интересные гости будут. Кто сегодня к нам придет, расскажи. Да, это на самом деле особый человек среди его заслуг. Участник телепроекта Дом-2. Ну, там на самом деле много всего. Выдумывать на ходу не будем, тем более он это сделает за нас. Глеб Жемчугов, дорогие друзья, встречайте! Глеб, меня только что чуть не снесли, рука по жатиям. Нет, на самом деле невероятно позитивный человек с бешеной энергетикой. Мы помним наш прекрасный проект «Стендап», о котором мы говорили с тобой за кулисами. Что самое яркое ты помнишь с этого проекта? В «Стендапе» было весело, масштабно, и я нашел там себе сразу место. Ого, неплохо. Более того, что помнит весь полуостров и наша съемочная команда? Твой смех. Да, он был прекрасен. Серьезно? Он был просто... Я пытался пародировать в правильной манере. Если что не нужно, так агрессивно смотри. Глеб, скинь ему свой смех, он установит себе... Скачай нормально, и Глеб, хочется поговорить про тебя, но ты невероятное разностранение. Можно сначала поздороваться, там же много людей сидят, смотрят. А, ты ни с кем не поздоровался еще? Конечно, крымчане, дорогие, привет, доброго вечера вам всем, дорогие крымчане. Я аплодирую. Это было круто, это было очень круто, мне очень понравилось. Конечно. Глеб, слушай, ну мы не можем обойти тот факт, о котором наверняка сразу же приходит первая мысль. Проект легендарно-скандально известный, такой как «Дом-2» недавно... Только что отметили 20 лет. 20 лет. Ты был, собирали ярких личностей, ярких участников, которые на протяжении многих лет принимали участие. Расскажи, пожалуйста, как этот проект повлиял на твою жизнь, и как были отмечены эти 20 лет? Ну, проект, он смог осуществить ряд моих мечт юношеских, да. Я всегда с самого детства хотел быть популярным. Да, боксером, да. Я всегда был популярным, чтобы прокатиться по всей России, выступать на стадионах. И в принципе, в пик популярности этого проекта и моего там нахождения, когда я был молодой, как вот твой соведущий, я прокатился и выступал на стадионах, объездил всю Россию. У меня были фанатки, в общем, и все было очень интересно. Были и ошибки, но какой человек проживает жизнь без ошибок, я такого не знаю. Поэтому «Дом-2» стал частью. Знаешь, произошло так, как произошло, и я стал частью легендарного шоу, стал ярким участником, был достоин чести быть на 20-летии проекта. Это классно. Более частью легендарного шоу, так и сам легендой стал. Это не да. Это было максимально круто. Я наблюдал, кстати говоря, у любого крымского КВНщика 100% есть в репертуаре шутка про Глеба Клубничку. Это 100% факт. Парни, я вам больше скажу, сейчас на другом федеральном канале, да, здесь же называть нельзя другие федеральные? Нет, на самом деле нельзя, только потому, что зрители все равно прослушают, потому что знают, какой самый лучший. Да, есть проект, где типа КВН, который сейчас вышел, и там в финале даже были шутки про меня от Азамата Мусагалиева, поэтому я легенда. Это база. Пацаны, я легенда, чего говорить, я легенда. Ну слушай, а история создания вот этого Ника, по которому все знают, псевдонима Клубничка, как так вышло? Это дело случая. Это просто... Увидел Клубнику такой, ну что бы и нет. Был хи... У нас в Владивостоке проходил хип-хоп-фестиваль. Ежегодный хип-хоп-фестиваль, и получилось так, что за неделю до фестиваля мой друг ушел в армию, я остался один. И мы сначала придумали номер, что было бы круто в зале разбрасывать мороженое. И у нас, ну мы студенты были, и было два варианта экономных. Мороженое дыня, либо мороженое клубника. Хорошо, что ты выбрал второе мороженое. Потому что Глеб дыня, это может быть какой-то крымский агроном, который занялся... А возможно, это новый вех твоего творчества. Глеб дыня. Да, о твоем будущем, ну вообще о планах на будущее поговорим совсем скоро. Сейчас небольшая рекламная пауза. Увидимся вновь, не переключайтесь. Глеб дыня. У каждого будет свое счастье. По субботам в 8.30 на Первом Крымском. Гармоничное и комфортное. Выгодное и экономическое. Яркое и звездное. Правильное и четкое. Легкое и успешное. Выбери свое утро нового дня. Вот, кстати говоря, внимательные зрители наверняка услышали, что Глеб говорил у нас во Владивостоке на рэп-фестивале. Ты из Владивостока? Ты из Владивостока? Я вообще из маленького поселка, который называется Кавалерово. Это маленький поселок для большого человека. Да, маленький поселок для кавалера. Ордена всего. Получается, маленький поселок находится на берегу Японского моря. С моего пляжа, если здесь, с крымских пляжей видно Сочи и Турцию, ну, может, в ту сторону, то на пляже моей родины дальше только Япония. Вот, этих океан, да. Круто, круто. Я с одного моря в другое море переехал жить, да. Вот, а дальше уже некуда. Здесь... Я бы, знаете, что удивлен, когда переехал? Первое, что удивился, я когда увидел Севастополь, я сказал, неужели нужно было прожить вот этот длинный путь переездов, чтобы с Владивостока приехать в один-в-один город, как Владивосток. Потому что Севастополь, если, да, если на Северную пустить мост, то это будет один-в-один Владивосток. Это два города, на которых находится сильнейший флот мира, вот, и здесь, и там, поэтому... Шило на мыло, грубо говоря, поменял, пока теплее стало, да? Может быть, поэтому нет моста? Может быть, поэтому нет. Потому что губернатор Севастополя говорит, мы не будем похожи на Владивосток. Тогда это будет Владивосток. Глеб, ну, Крым сейчас какое место в твоем сердце занимает, и как здесь складывается такая медийная жизнь, такого большого разностороннего человека? Крым занимает все место, и получилось так, что вот это вот чувство любви к земле, вот, наверное, у кого-то происходит к родине. Я очень люблю свою родину, но какую-то принадлежность, вот, какое-то такое расположение духа, настроение, вот, всего того, что происходит, я такое ощущение, что я вот южанин, я, короче, крымчанин. По нутру своему мне нравится ритм, нравится погода, нравится, как все здесь выглядит. И вот получилось так, что, наверное, это произошло тогда, когда жизнь научила быть благодарным, и получилось так, что Крым в 2019 году начал менять мою жизнь кардинально в другую сторону. Я здесь начал заново жить, я благодарен тому, чему я здесь научился, и, соответственно, Крым воспринимаю как одно из самых важных событий переезд в Крым в своей жизни. Заканчиваем программу, лучше уже ничего не будет, и шоу заканчиваем на втором выпуске. Глеб, ну, ты так воодушевленно говоришь, потому что чувствуется прямо, что это место, полуостров, напитывает тебя силой. Какие творческие проекты, в чем себя сейчас пробуешь, и про рэп-фестиваль, ты так сказал, мимоходом, но мы знаем, что ты и автор, и исполнитель собственных песен. Я музыкой сейчас уже не так сильно занимаюсь. А почему, почему так было? Ушло вдохновение, музыка была частью другой субкультуры, которой я принадлежал, я был до мозга костей рэпером. Субкультура рэп меня привела к плохим последствиям, поэтому я сейчас... Меня тоже, ты, наверное, говоришь о других, мне просто родители сказали, что поживи отдельно. Вот, ну, меня родители... Меня просто выселили. Грубо говоря, мне родители, наверное, сказали так, потому что я в 16 лет перестал с ними жить, и они, наверное, сказали, слава богу, что этот рэпер уехал по своим делам. Планы какие? Чем занимаюсь, да? Да. Я обожаю вести свадьбы на полуострове, вот. Я веду все мероприятия, но свадьбы... А мне бы свадьбу провел? Мне бы провел. Без сравнения, я в любом могу провести свадьбу. Хреб, быстренький вопрос, скажите, в эту тему. У тебя написано, что ты ведущий с 15-летним опытом. Да. А когда переходишь на твою другую страничку, написано, 16 лет веду свадьбы. Куда делся год? Получается, просто одна страница, она была раньше создана, другая была... Получается, она была создана, когда было 15 лет, другая страница, когда уже 16 лет. Ждем следующую страницу на 17 лет. Каждый год новая страница будет, да. Хреб, мы в любом случае желаем тебе удачи в твоих начинаниях, мы уверены, что у тебя все получится, потому что мы подробный анализ твоей фигуры, да, провели, мы узнали прошлое, будущее, заглянули в настоящее, закулисное твоей жизни. И прямо сейчас в специальной рубрике «Очевидное, очевидно» поведаем телезрителям об этом. Давайте посмотрим. Это интересно. Сегодня мы поговорим о клубнике. Что мы знаем о ней? То, что это крупная, ароматная и, конечно же, вкусная, с легкой кислинкой ягода, все знают. Можно сказать, что клубника пахнет звездой полуострова. Герой нашего сегодняшнего выпуска – Глеб Жемчугов, ранее известный как Глеб Клубничка. Но сейчас не сезон плодово-ягодных культур, а вот Жемчуг всегда в цене. Давайте разберемся в многогранной личности Глеба. Гений. Миллиардер. Филантроп. Все это чуждо известному крымскому блогеру. Он участник многих телевизионных проектов. И за его судьбой следили все его фанаты. Вот небольшой комментарий. Здравствуйте. Помните ли вы Глеба Жемчугова? Глеб Жемчугов? Да я его просто обожаю. Я его с детства помню. Всегда рядом со мной. Где он? Где он? Скорее покажите Глеба. Глеб Жемчугов. Жемчугов, ты где? Жемчугов! Ванга. Кашпировский. Гарри Поттер. Глеб Жемчугов. Да, вы правильно отметили, в этом списке лишние все, кроме Глеба Жемчугова. Все дело в том, что он является одним из самых сильных экстрасенсов нашей страны. Ведь в честной борьбе, даже без использования магии, он смог одолеть экстрасенса Влада Кадони. Смотрим, как это было. Я много причем, еще раз тебе говорю. Ты черт, черт. Хотя сам Глеб немного смухлевал. Мы знаем, что это были волшебные пиздец. И этот магический прием он применял еще не раз. Также Глеб уже достаточно долго занимается рэпом. Странно думать об этом и мается. Он на калакал, а жребняр в том, что он сдадался. Имея опыт взаимодействия с лучшими, Жемчугов, не боится высказываться на тему современных редисполнителей. И по делам досталось даже известному на всю Россию и 5-й Б-класс музыкальному исполнителю Гнойному, он же Слава КПСС. Человеку, которому разочек повезло, больше, наверное, из себя ничего себе не представляет, потому что творчество гов... полнейшее. Ну, оно и не мудрено, ведь Глеб заручился поддержкой Ростова-на-Дону в лице Василия Вакуленко. Только посмотрите, как Баста слушает новый хит нашего героя. Я не забуду никогда танцы у костра, Какую чепуху потом по пьянике несла. В твоей душе весна, в сердце осколки льда, Держись всегда с собой вовы. Кстати, Глеб приобрел популярность не только как музыкальный исполнитель, но и тем, что стал главным героем смешных картинок в интернете. Вот фото Глеба Жемчугова, вот популярный мем. Желаем удачи Глебу в его творчестве. Ну, а закончить хотелось бы словами классика. Дорогие друзья, вот мы с вами снова на связи. Глеб, мы уже успели выяснить, что ты занимаешься рэпом. Рэп, йоу! Да, рэп, джуз, молодежь, именно поэтому мы не могли не поставить тебя в противовес, MC Алексея Будникова. Да, это будет мощно. Задача максимально простая, это будет рэп-баттл. Но одно условие, вам нужно не оскорблять друг друга, а делать комплименты. Но при этом... Смотри, но Глеб, если даже может меня еще оскорбить, то я никак не могу, потому что все последствия... Но при этом вам нужно будет в своих двух или четырех строчках использовать слова, которые я буду показывать. Я не буду называть, кто начинает, тот, кто будет первее, тот и будет первее, кто быстрее придумает. Поэтому начинаем, дорогие друзья. Йоу-йо, дорогие шуба! Добрый вечер! Дизжакейт, заряжай пластинку! И первое слово, внимание, это слово! Так, Алексея нужно побыстрее. Глеб тоже не забывай. Ничего не значит слово этой розовой кофты. Сходи в маникюрный, накрась свои ногти. Йоу-йоу! Я знаю, что будут комплименты. А, комплименты! Это будет нормально. У тебя красивые ногти. О-о-о, че, когти! Да, Алексей, что-то придется против этого делать, потому что мне уже страшно. Давайте, вот так вот. Я ничего не понял, трясу своим пальчиком. Глеб, на кого мы сегодня собираем? На девочку или на мальчика? О-о-о! Этот ответ на стопе сладкий, его можно намазывать на то! А слова, а слова-то не было. А, первое мое слово. А, первое слово. Итак, друзья, внимание, следующее слово. Призрак, да? Да. Я придумал. Давай. Давай. Глеб, ты фристайлишь вообще нормально. Даже если бы ты был призраком, был бы самым нереальным. О-о-о! Это было хорошо! Получается, да? Надо что-то отвечать. Так, давай-давай! Скажу, как клинский лев. Я не рак. Другие ведущие на Клинском канале призрак. О-о-о! Это было хорошо! Хорошо, нормально! Внимание! Погнали дальше! Друзья, следующее слово. И это слово... Чайник! Окей! Окей! Да там, Ген! Как быстро, да? Хорошо, что ты не какой-то механик. Пошли в гримерку, поставим там чайник. О-о-о! Это хорошо! Хорошо, 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 красиво! Так, Алексей, включайся! Позвращайся в хобку все. Так, сейчас, секундочку. Я уже хочу, чтобы моим соведущим был Глеб Глубничка-жемчугом. Это было очень мощно! Алексей, надо что-то делать. Спасибо, приятно. Да. Глеб, в гримерке, чайник в розетку включай. Знаешь, ты самый вкусный и крепкий чай. Чтобы было приятно. Ну, блин, а что вы так не радуетесь? Ну, я понимаю, конечно. Ну, не страшно. В следующий раз получите. В следующий раз получите. Давайте. Давай, может быть, загладиваешь каким-то танцем, брейком. Можно хип-коп. Давай. А, давайте, давайте. Камера, камера, камера. Сейчас, конечно, будут здесь. Вот так. Прочно, кстати, камера. Вот так. Снимай снизу. О-о-о-о! О-о-о-о! Сердце, да, давайте. Окей. Окей. Моё сердце за вас, парни, знаете это. Немножко добавлю вам тут приятного вайба. Давайте. В этой песне. Окей. Сейчас килогерцы. Своим рэпом ты растопил моё сердце. О-о-о! Раньше, что, братан? Ты крутой перец. Голодец. О-о-о! В хреном! В хреном! Я понял. Так, давайте так. Смотрите. Ага, ага. Окей. Открываю дверцу. Вижу там кого. Лёхи на сердце. Вот. О-о-о! Пускай ему недолго биться эта песня. Эй, диджей, повыше килогерцы. О-о-о! О-о-о! Это было хорошо. Так, быстро, быстро финалим. О, Лёша, пожалуйста, ты же ведущий вечернего шоу. Давай, давай, давай. Приди ко мне, вдохновение. Давайте. Я. Ургиналим этот баттл с этим крутым перцем. Уверен, что Глеб мне и вам разбил сердце. Е-е-е-е! Уда, я думаю, хорошо. Спасибо, спасибо тебе большое. Вот это самая приятная атмосфера сейчас здесь. Ну, слушайте, Глеб нам прямо сейчас преподал мастер-класс. Глеб, спасибо тебе большое. Кстати говоря, ты один из тех немногих людей, который соглашается абсолютно на все. Чтобы, чтобы не было... Нет, подожди. Ты сейчас так скажешь. На все, что морально... Да. Уместно. Ну, морально... Давай, после эфира обсудим. Уже, наверное, года два я вообще не читал рэп. В библиотеку у нас ходить. Спасибо, Валерий. Спасибо, это прекрасно. Просто так мы тебя тоже отпустить не можем. У нас есть подарок специально для тебя. Можно нам, пожалуйста, в студию прямо сейчас. Вот так давайте, чтобы Глеб... О-о-о! Это кепка с прямым козырьком для рэп-исполнителей, с символикой нашего телеканала. Первый крымский от нашей телерадиокомпании. Слушай, в этой кепке будут писаться самые лучшие строчки. Потом, если что скидывай нам, будем проверять, также зачитывать. Мощно. Что-то тебе не выпали из него. Это было круто. Это был небольшой творческий рэп-баттл и мастер-класс от Глеба Жемчукова. А мы с вами прерываемся на небольшую музыкальную паузу. И далее сюрприз. О-о-о! Ну, по-моему, сегодня получилось абсолютно все. Дорогие наши зрители, знакомьтесь ближе с популярными людьми нашего полуострова. Знаете, что они такие же добрые, открытые. Такие же добрые, приятные. Да, дорогие друзья, мы вас очень сильно любим. И будем ждать на следующей неделе. До встречи. Игорь Шамшуров, Алексей Путников. Шоу «Добрый вечер». А далее творческий подарок от нашего гостя и супер-классного рэп-исполнителя. Глеб Жемчуков прямо сейчас для вас. Пока-пока! Моя планета крутится. Она пусть бесконечно крутится. На улице пацики крутятся. Верят только в то, что все у них получится. Моя планета крутится. Она пусть бесконечно крутится На улице пацаны и крутятся Верят только в то, что все у них получится Над моею головой Чистое небо, выдыхают дым На землю падает пепел Так много, где пыл, так много, где я не был Чистый кайф, когда мы с сыном на асфальте Рисуем мелом, так круто, необычно на планете Едко штучком по району, кто-то в космос на ракете Кто-то живет, как птица, кто-то загнул в клетки 11 тупые малолетки Я живу в чудесное время, спасибо предки Мысли в голове светлые, в купилку монетки Я обожаю тапки, кепки Кайфую от рэпа, когда улыбаются девки Моя планета крутится Она пусть бесконечно крутится На улице пацаны и крутятся Верят только в то, что все у них получится Моя планета крутится Она пусть бесконечно крутится На улице пацаны и крутятся Верят только в то, что все у них получится Моя планета крутится Моя планета крутится